ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича 21. Вход со двора. Сегодня на Аллее Славы все внимание приковано к мемориалу, посвященному первоуральцам, пострадавшим от радиационного облучения. В годовщину аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Здесь, в Первоуральске, собрались сами ликвидаторы той страшной катастрофы. Их родные и знакомые. Мы сегодня собрались почтить память ребят, которые ушли из жизни. В городу Первоуральску призывалось 200 человек. Из жизни ушло 108 на исходе жизни. Почтить память и в то же время пожелать здоровья живым. Это сейчас Владимиру Могильникову здоровья больше всего и не хватает. А еще 36 лет назад. Об этом он, кажется, и не думал. 30-летнего мужчину призвали в качестве ликвидатора в Чернобыль. О тех нескольких месяцах, что он провел в опасной зоне, сегодня ему напоминают многочисленные награды и медали. Все они дорогие, конечно. Это здоровье наше, которое мы там оставили. Сперва начал работать на станции у самого блока на радиоуправляемом тракторе. Потом работал. Каналы отсекали тут же, когда выбегают с реактора. Тут делали эти дамбы такие из камня. Авария на Чернобыльской станции – крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. 36 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, там произошел взрыв. Полностью разрушилась активная зона реактора и частично обрушилось здание энергоблока. Специалисты зафиксировали значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Эти последствия и были призваны устранить ликвидаторы. Этот день значим для россиян и для всего прогрессивного человечества, для всего мира. Поскольку последствия самой страшной техногенной катастрофы нынешнего столетия, эти последствия были бы для всего земного шара. И вот страну заслонили собой наши ликвидаторы. Фамилии тех, кто уже ушел из жизни, были написаны на памятной табличке. Сегодня это все, что от нее осталось. Неизвестные раскололи доску на несколько частей. Найти недостающие фрагменты и восстановить надпись «Активисты Союза Чернобыль» не могут до сих пор. В позапрошлом году, 1 мая, еще все фамилии были на месте. Третьего я приехал, осталось вот это. Ну, раз же можно с память творить над мертвыми, издеваться, по-русски говоря. Они же отдали жизнь. После болезни умерли. В молодом возрасте от 40 до 60 лет. И разве к ним так можно относиться. А ведь сам памятник первоуральцам-ликвидаторам горожане устанавливали на собственные средства. Их собирали, что называется, с миру по нитке, вспоминает Александр Пешко. И надеется, что когда-нибудь табличку удастся восстановить.